Девушки отдыхают Сегодня я расскажу вам о страшном наводнении, которое так всколыхнуло все западное побережье и зарабатывает теперь больше любого актера. Вот что значит талантище. Не отвечайте им на остановке, где мерседесами торговывают. Ну возьмите хотя бы с собой свою мышку. Поэтому и смешно. Здравствуйте! В Москве уже вечер и вы смотрите телевизор, а в Америке еще утро, но и там тоже не дураки сидят. Итак, для тех, кто принимает ТВ-6 на Диком Западе, ваше любимое, самое популярное ток-шоу «Доброе утро, Америка!» Привет! Мы сегодня в нашей студии и у нас в гостях чемпион мира по борьбе с суммой, Керосино Хромосомо. Привет, Керосино! Хай, Бонзай! А в какую гамеру смотреть? Вот в эти две, стоящие рядом. А вы меня полностью покажете? Постараемся. Скажите, Керосино, легко ли быть борцом суммой? Конечно. Я ведь борец суммой в налегчайшей категории. А нам сказали, что приедет самый тяжелый. К сожалению, он не смог прийти, так как застрял в аэропорту. Что, на таможне? Нет, в люке грузового самолета. Керосино, а правда, что главное для борца суммой – это владеть собой? Нет, главное – владеть своим животом. И знать такие приемы, как бросок через живот, удар животом в прыжке, бросок животом с захватом, потечка животом. Керосино-сан, многие интересуются, как вы с вашей комплекцией принимаете ванну. Очень просто. Наливаешь и пьешь. Сегодня, например, я принял ванну пива. Скажите, Керосино, а чем вы будете заниматься, когда уйдете из большого сумо? Я открою мастерскую по модернизации телевизоров. Буду делать обычные кинескопы сверхплоскими. Керосино, существует мнение, что борцы сумо лишены чувства юмора. Расскажите нам какой-нибудь анекдот о сумоистах. А, вот есть очень смешной анекдот. Встречаются два борца сумо в лифте. И что? И все. По-моему, смешно. Спасибо, Керосино. Итак, леди и джентльмены, вы убедились, что борцы сумо, но только на вид, толстые и тупые, ну а в душе они люди очень тонкие и умные. Это было самое популярное и крутое ток-шоу «Доброе утро, Америка!» Мы смеемся, потому что хождение на первомайскую демонстрацию должно приносить радость и удовольствие. Да, но на демонстрацию уже давно никто не ходит. О, поэтому и смешно! А где же радость и удовольствие? О, где-где? У тебя на бороде! Добрый вечер, дорогие, уважаемые, любимые телезрители! В эфире рубрика «Откровенный разговор» и наш излюбленный журналистский прием гостям по стопочке, так сказать, языки развязать или, как у нас в тележурналистов говорится, тему смазать. Да, справа от меня Мухин, слева Носов, а разговор сегодня пойдет об алкоголизме. Готов спорить! О, еще не начали, а уже спорить. Ну, давайте, Олег Эдуардович. А вот что спорить? Что тут спорить? Ведь ты уже все сказал. О вреде алкоголизма. И все! Что тут спорить, а? А, очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Нос! Действительно, как-то нехорошо получается. Дело в том, что об алкоголе можно говорить вообще, а не о вреде его. Потому как вред это звучит как приговор, как финальная фаза еще не начавшейся дискуссии. Совершенно с вами согласен, извините. Я предлагаю налить еще раз этого алкоголизма. Правильно! И проверить, как он на нас подействует, и есть ли в нем действительно вред. Ну что, давайте. А, какие будут мнения? Ну что сказать? В целом, конечно, мое состояние меня очень удовлетворяет. И вот, явного вреда я не ощутил. И даже наоборот я скажу. Прошу прощения, я протестую. Протестуйте. Налицо явно субъективный подход к проблеме. Мы не можем, так сказать, объективно оценить ситуацию, поскольку этот самый алкоголь, он является средством нашего производства. А, так сказать, журналистским приемом. Совершенно верно. Да, не более. А если, к примеру, взять наше правительство? О, о, что, Владимир, ты загнул? Причем не с нашим правительством? А при том, при том, если мы употребляем алкоголь, так сказать, по необходимости, Так. То правительство употребляет алкоголь, так сказать, в своих личных, корыстных целях. Нет. Это большая разница. Нет, совершенно с вами не извините. И я не согласен. Не согласен. Дело в том, что это и их прием. Правильно. Вы меня поймите правильно, который применяется, этот прием, на официальных приемах. Так. С той же, как и у нас, целью, кому надо развязать языки. Вы меня понимаете. Я предлагаю выпить за государственные приемы. Я тоже тебя понимаю. За государственные, конечно. Конечно, нужно. Балаха! Вот, пожалуйста, это что получается? Значит, кто кого перепьет, это что, значит, тому и курил отдавать? Отдавать. А хотя бы. А почему бы и нет? Дело в том, что в каждой профессии есть свои маленькие хитрости. Свои приемы. Вот я знаю, понимаете? Вот у сантехника, у него какая хитрость, а? Так. Вот у сантехника хитрость выпить водки, чтобы потом левонной прокладкой в трубу не промазать. Простите, а что, сантехники носят прокладки? Нет, дело в том, что сантехники их устанавливают. Ах, устанавливают. Да. А вот смотрите, наше правительство, наше правительство, понимаете, оно явно не дорабатывает. И возникает тогда вопрос, вот меня, нас так, кто-то уважает или нет, а? Я тебя уважаю. Нос, я тебя уважаю. Прошу? Пожалуйста. Да, а я не уважаю. Это почему ты меня не уважаешь? А потому что ты правительство критикуешь. Они там, между прочим, надрываются вот. Надрываются. С другими странами. Кто там надрывает? А ты их критикуешь. Ты вот попробовал бы, вот попробовал бы там. Понимаешь, если ты правительство, тебя должны что делать все? Уважать. Уважать. А если не все уважают? Так будь добр в отставку. Будь добр. Мужики, не надо заводиться. Я не знаю. Мужики, не надо. Правильно? Я вообще предлагаю носа в президенты. Нужно. А почему? Выборы же на носу. А. У носа на носу выборы. Хорошо. Это почему это его? На носа. Почему это его, а не меня? Я не понимаю. Почему так? А это потому что... А ты так петь не умеешь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Очень мило, очень мило. Потому что он более коммуникабельный. Комуникабельный. Правильно. Спасибо, друзья, за доверие. С удоверением, спасибо. Значит так. Мы вернем Аляску. Мы вернем Курилы. И Индийский океан. Молодец. Правильно. Носов, Евгений. Голосуйте за Носова. Я жиреносов. Ой. Кому это еще не туда, а? Не туда. Ты все испортил все. Сам, своими руками. Ну, бывает. Снимаем кандидатуру с Носова с президентства. Да я и не расстроил. Друзья мои, подождите. А что ж получается, что от алкоголизма что, вообще вреда никакого, что ли, нет? Нет. Ну, если есть алкоголизм, значит от него должен быть какой-то вред. Правильно? А давайте мы вместе с терроризлителями поищем этот вред алкоголизма. Вы, вот, пишите, звоните. А еще лучше покупайте, приносите, обсудим этот вопрос. В общем, заходите к нам. На огонек. На огонек. Умсуса, 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 умсуса. Заходите к нам. Помню, был у нас в театре такой гример замечательный. Эдгар Леонтьевский. Золотых рук, надо сказать, человек. Бывало, так актера загримируют. Не то, что родная мать. Режиссер не узнавал, кто у него, понимаешь, отелло, а кто дездемона. А в тот сезон ставили мы «Остров сокровища». Ну и сами понимаете, актера с деревянной ногой на роль этого пирата, как там звали-то его, Джона Сильвера. Готового у нас не было. И вот берет наш Эдгар самого колоритного, нашего звезду, Эмиля Теодоровича Кустанайского. А надо сказать, пил Эмиля Теодорович нещадно. Себя и других не жалея. И от этого внешность-то и была у него колоритная. Так вот, берет он Эмиля Теодоровича и накладывает грим ему на ногу. Через два часа работы нога у артиста, ну вылитая деревянная, и еще с резиновым набалдашником таким вот внизу. Я уж не говорю, что Эдик ему на плечо пригримировал говорящего попугая. Но нога была натуральнейшая, и даже вот свежеспиленной сосной пахла. Как уж он это так гримировать ухитрялся, не знаю. Только после этого спектакля Эмиль Теодорович себе инвалидность выхлопотал. Да он и сейчас в этом же гриме ходит, может видели, в подземном переходе возле театра. И зарабатывает теперь больше любого актера. Вот что значит талантище. Сегодня я расскажу вам о страшном наводнении, которое так всколыхнуло все западное побережье, что на несколько дней даже сократился поток эмиграции в нашу великую страну. В день наводнения я дежурила на телефоне спасения, как вдруг раздался звонок. Я сняла трубку и только успела услышать. Наводнение! Как связь оборвалась. И я даже не успела записать адрес. В тот день я решил поехать на своей лодке, чтобы поймать немного рыбы. Я вынужден иногда это делать, чтобы прокормить своего кота. Я еще не знал, что всем нам грозит наводнение и расслабиться. Я не знала, что мне делать, ведь я не знала адреса пострадавших и хотела начать довязывать свитер. Но мысли о их судьбе не давали мне покоя. Я решила найти их и бросилась на улицу. Я не заметил, как река, в которой я собирался поймать рыбу, вышла из берегов. И течение понесло меня в район города, где живут средние американцы. Вода уже поднялась довольно высоко. И меня занесло в чье-то открытое окно. Мы живем на четвертом этаже. И немного испугались, когда к нам в квартиру заплыл рыбак на лодке. Вообще-то, моей зарплаты вполне хватает, чтобы оплачивать нашу неплохую квартиру. Но вот тут мы испугались. Я хотела набрать воды, чтобы приготовить суп на обед. И тут заметила, что у воды уже полная квартира. А тут еще-то лодка чуть мне в кастрюлю не заплыла. Я испугалась, что в лодке может быть чернокожий. От них ведь всего можно ожидать. Ну, отец и мать испугались рыбака, но я тоже испугался. Я быстро бежала по четвертую авеню, пытаясь найти звонивших по поводу наводнения. Как вдруг увидела дом, затопленный уже до середины четвертого этажа. Там, наверху, я увидела лодку, заплывающую в окно. Сначала я хотел позвонить в полицию и сообщить, что на нас напал рыбак. Но потом понял, что не эта опасность главная, вода-то ведь пребывала. И я позвонил в службу спасения. У меня как раз раздался звонок. Я увидел, что все они меня боятся. Хотя я не хотел им сделать ничего плохого. И тогда я решил уплыть, чтобы не пугать. Рыбак стал разворачиваться, видимо, чтобы уплыть. И смахнул наш телефон в воду. Я успел сообщить только нашу фамилию, телефон и адрес. Неправда. Адрес он не успел назвать. Я пытался нырять, чтобы сообщить еще что-нибудь важное. Но не мог сообразить. Что же я еще не сказал? Мой отец плохо говорит под водой. А соображать плохо и на воздухе. Ей вообще ни до чего нет дела. Она бы и под водой готовила этот свой обед. А вода все пребывала. И я понял, что нам всем надо как-то спасаться. И я залез на самый высокий шкаф. Когда я увидела лодку у окна четвертого этажа, я поняла, что там живут Зайцевы, на которые звонили мне. И я бросилась сверх по лестнице, чтобы хоть как-то помочь им. Пытаясь выплыть из квартиры Зайцева, я проплывал на своей лодке мимо шкафа, на котором сидел мальчик. Как вдруг он, этот маленький бэби, преодолев страх, прыгнул ко мне в лодку. Мне ничего не оставалось, как преодолеть страх и прыгнуть в лодку. За мной последовали и другие члены нашей семьи. Да, увидев своего сына в лодке, я бросился за ним. Я тоже бросилась. Хотя обед еще не был готов. В этот момент я подбежала к двери квартиры и стала звонить в звонок. У нас в Америке в каждой квартире есть звонки. Но никто уже не открывал. Мы с Зайцманами уже плыли по улице. И все были спасены. Было немного досадно, что Зайцманы уже уплыли на лодке. Но зато теперь я знала их адрес. Я прочитала его на двери их квартиры. Все закончилось благополучно. И я отвез семью на незатопленный участок суши. И там выпустил. Зайцманы после этого случая больше не боятся рыбаков. А я с вами прощаюсь. До следующего раза. Пока. Здравствуйте, дети. Сегодня мы будем читать басню Крылова «Слон и Моська». Слон и Моська. Думаю, а что такое басня? Басня. Это эзотовый язык. И вот слон – это такой большой плохой человек. А Моська… Моська такая, Моська такая. Я что-то совсем запуталась. Гадость такая маленькая, белая. Ну, в общем, там все на аллегориях. На аллегориях. Теть-то, можно я басню расскажу на эзотовом языке? Какую? Называется она «Саддам Хусейн и Клинтон». Басня. А кто это «Саддам Хусейн и Клинтон»? Это крыса. Такие звери. На обезьян очень похожи. Они всегда в баснях участвуют. Так вот, «Саддам Хусейн и Клинтон». Басня. «Хусейн однажды на Кувейт напал, но Клинтон про то узнал. Он большую армию собрал и Хусейну под зад коленкой надавал. Понятно тебе? Конят. Нет, непонятно. Непонятно, да? Но ты понимаешь, Микки, это про то, что воевать плохо и что надо жить дружно. Нет. Нет. Если вы не понимаете смысл зопового языка, так я вам сейчас расскажу. Клинтон в басне – это я. Хусейн – вот этот вредитель полей. А смысл в басне в том, что если ты, патюк, гадость ужасная, не перестанешь у меня бананы тырить, то я тебе уши твои узлом на спине завожу. Ясно тебе? Понятно. Вот, слава богу. Теперь иди, купи себе книжку Крылова и читай ее на ночь. Да, и вы, дети, пожалуйста, прочитайте какую-нибудь хорошую басню на ночь. А вы, взрослый, устройте детям хорошую корку. Микки! Спокойной ночи! Здравствуйте, уважаемые граждане! За прошедшие сутки у нас в городе не зарегистрировано ни одного ограбления, ни одного угона автотранспорта, ни одного вымогательства денежных средств. Да что там ни одной карманной кражи? Мельчает народ! Я вам вчера вышел на балкон, достал свисток, свистнул, сразу все затихло. Беспредел! С вами был постовой Степан Степанов. До свидания. Что еще? Вот так. Здравствуйте, а те, кто нас смотрит... А те, кто нас, а не смотрит, советую покупать телевизоры, потому что вы смотрите программу «Курятник». И сегодня у нас в гостях на жердочке весь из себя такой окрутой, а вот как это яйцо, Тилли Бокарев. А год назад он покинул Россию на товарном поезде «Москва-Нью-Йорк». А Москва... И вот сейчас он вернулся обратно. Скажи, Толян, о, Толя, ты говоришь по-русски. Это очень приятно. Не забыл. А скажи, Толян, вот если бы, а не перестройка, ты бы уехал бы из страны? Понимаешь, в чем дело? Я бы уехал по-любому. Дело в том, что тут вагон на Савеловском, который я разгружал, кто-то за мной запер и опломбировал. А, Тилли, я думаю, это судьба. Нет, я думаю, это сторож. А ты знаешь, а я неспроста тебе задал этот вопрос, потому что... А мы нашли этого сторожа и пригласили к нам в студию. А он не пришел. Жаль. А почему? Жаль, потому что я давно мечтал его встретить и дать ему по морде. Тилли, а за что? Ну, дело в том, понимаешь, что он запер меня в одном вагоне с окорочками «Боюсь контракта». Вот, я им, кстати, очень благодарен. Можно небольшую косвенную рекламку? Да, Тилли, а ты же в курятнике, пожалуйста. Сюда. Окорочка «Боюсь контракта». Ничего страшного. У меня... А такое же происходит, когда я слушаю твои песни. Я рад, что тебе нравится моя музыка. Спасибо, Атилли. Вот, ты знаешь, меня всегда удивлял феномен эмигрантской песни, в особенности о твоей. Естественно. Ведь эти песни – это труд всей моей жизни. Ну, как же о труд всей жизни, если ты работал и на стройке, и вагоны разгружал, и на заводе? Да, да, было. Ну, понимаешь, я чувствовал, что все это какое-то, ну, не мое. Разгружал вагоны и понимал – не мои, завод не мой, все не мое. А ну вот, Тилли, а вот скажи честно, вот у нас здесь произошла перестройка, а не тянет ли тебя обратно? Ну, конечно, тянет. Причем очень сильно тянет. Вот сейчас закончим съемки твоей передачи и я поеду обратно в Америку. Пока ты от Тилли еще не уехал, а я и не увез с собой кассету, которую я хотел у тебя попросить, может, мы посмотрим твой а последний клип? Ну, конечно. Не Элтона же Джексона все время смотреть. Да, а действительно. Итак, а новый клип от Тилли Бокерева. Это было давно, Уж не помню когда И не помню зачем И куда я уехал Я бежал от кого Прибежал я куда Только помню Как пела мне Пьеха Опостылил Нью-Йорк Сидней вижу в гробу Эмигрантская доля Легая Часто вижу во сне Как в колонне иду И Ильич мне С трибуны Махает Не верьте, не верьте Когда говорят Америка рай Это ах, это ах Все брошу Вернусь я в родную страну А после гастролей Обратно махну Меня били не раз В ресторанах Руси Этой мордой бросало Меня в порч И в салаты А в Америке только Гамбургеры, пипси И не купишь за баксы Ни березок, ни мата Здесь я все потерял Любка снегром живет А любимая теща Ускакала с ковбогем Стал теперь я седым И отрос мой живот Ностальгию Кидаюсь С собой Не верьте, не верьте Когда говорят Америка рай Это ах, это ах Все брошу Вернусь я в родную страну А после гастролей Обратно махну Пусть Хрущеву сменил Я на Беверли-Хилл И катаю девчонок я На Якуаре Все, что я не доел Все, что я не допил Я оставил Как душу В Самаре Не верьте, не верьте Когда говорят Америка рай Это ах, это ах Все брошу Вернусь я в родную страну А после гастролей Обратно махну Не верьте, не верьте Когда говорят Америка рай Это ах, это ах Все брошу Вернусь я в родную страну А после гастролей Обратно махну Не верьте, не верьте Когда говорят Америка рай Это ах, это ах Все брошу Вернусь я в родную страну А после гастролей Обратно махну Не верьте, не верьте Когда говорят А велика рай, это хоп, это хоп Заброшь, вернусь, я в раку страну А после гастроли, я в раку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова